Режим ослаблен, но расслабляться рано. В Губкинском появляются заболевшие коронавирусом. Город продолжает жить в режиме повышенной готовности. Мы рекомендовали управляющим организациям проводить санитарную обработку подъездов на квартирных жилых домов. Эта обработка осуществляется, мы контролируем. Некоторые организации проводят ежедневную обработку санитарную с дезинфекцией. Почтовых ящиков, перил. Некоторые проводят ее реже. Мы рекомендовали проводить ее не реже одного раза в неделю. Раз в сутки управляющие компании дезинфицируют те дома, в которых губкинцы находятся на строгой самоизоляции. Все остальные обрабатывают растворами хлора по графику. Обработка происходит в входных группах, то есть это двери, ручки, почтовые ящики, перила по всем этажам. Единственное, не производим обработку дверей собственников, дверей, ручек, потому что у некоторых аллергия бывает, поэтому жалуются, что не надо, лучше я сама каким-то другим средством обработаю. Дома, у которых нет управляющих компаний, без дезинфекции не остались. Услугу санитарной обработки подъездов оказывают губкинские предприниматели. У одного из них около 30 домов. Специалисты ежедневно облачаются в защитную одежду, надевают очки, респираторы и перчатки, чтобы дезинфицировать каждый обслуживаемый подъезд. Мы защищены от попадания хлорки, от попадания обрабатывающего раствора на поверхности кожи или на поверхности глаз и прочих слизистых оболочек. Аппарат совсем не тяжелый, то есть его достаточно легко носить. И в целом работа не так сложна, но она подбадывается еще тем, что ты помогаешь людям. Кроме дезинфекции подъездов, приняты и другие меры. У нас на контрольно-пропускном пункте остался контроль за въездом транспорта. Это в основном иногородний транспорт, которому выдают пропуска на въезд на определенный срок, чтобы осуществлять контроль по времени и месту нахождения данного иногородного транспорта на территории нашего города. Контролируют не только транспорт, но и приезжих специалистов. Так, перед тем, как приехать на Ямал, вахтовые работники должны пройти тест на коронавирус в своих регионах. После две недели карантина и повторное обследование. Решение о допуске к работе принимается по результатам теста. Ответственность за обследование сотрудников несет работодатель. На территории города Губкинского у нас работает порядка 20 обсерваторов. Это вместе с гостиницами, с хостелами, гостиные дома. И под обсерваторы у нас некоторые предприятия используют собственные базы. То есть там организованное общежитие, все в соответствии с требованиями, они получили положительное разрешение. К магазинам, парикмахерским, ателье и прачечным, которые постепенно открываются, пристальное внимание. Ежедневно сотрудники администрации проверяют выполнение требований. Это требования, которые, возможно, войдут в нашу жизнь. И сегодня мы должны закупить необходимые оборудования, лампы, СИЗы, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, производить чаще генеральную уборку. Проблема возникает с потребителями. Потребители, которые в магазинах абсолютно чувствуют себя свободно, не носят масок, хотя сейчас у нас действует обязательный масочный режим. Теперь меры должны принять губкинцы. Каждый должен ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих. Соблюдать требования и с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям. Зинаида Исаева, Денис Гимб, Новости Губкинского.